Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Иряван предлагает Азербайджану подписать рамочное соглашение о мире, а для делимитации границы взять за основу линию 1990 года. Опыт показывает, что, если мы попытаемся детализированно решить все вопросы, можем иметь трудности, поэтому Армения предлагает подписать рамочный вариант соглашения. Это принятая практика. Армения готова на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета подписать с Азербайджаном рамочное соглашение о мире, сказал Пашинян в среду в парламенте. По его словам, Иряван надеялся, что в момент вступления в силу соглашения о мире процесс делимитации армяно-азербайджанской границы должен быть завершен. Но сейчас есть определенные сигналы, что это не совсем реально. Но есть решение, мы предлагаем взять за основу линию 1990 года, отвести зеркально войска, создать механизм мониторинга, передать всю эту территорию пограничникам, и потом уже в спокойных условиях пойти на процесс делимитации, который может занять несколько лет, отметил Пашинян. При этом он добавил, то, что мы согласны не увязывать армяно-азербайджанские отношения с вопросом прав армян Карабаха, не означает, что мы соглашаемся снять с повестки этот вопрос. Кроме того, Пашинян заявил, что Армения в Вашингтоне передала Азербайджану комментарии и предложения. По сути, наш текст по соглашению о мире, и мы ждем ответа Азербайджана. По его словам, Армения согласилась с российскими предложениями урегулирования армяно-азербайджанских отношений, суть которых сводится к тому, что вопрос о статусе Карабаха откладывается на неопределенный срок. Пашинян также отметил, что в Армении положительно относятся к идее установления межпарламентских связей с Азербайджаном. Эряван не стремится к развязыванию войны между ОДКБ и Азербайджаном. Мы ожидаем политическую позицию ОДКБ по ситуации на границе, для нас это чрезвычайно важно. И отношение нашего народа к ОДКБ и к нашему будущему будет сформировано именно в рамках этого вопроса, отметил Пашинян. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.